Один. Какие мысли? Нейронная. Нейронная? Гражданская. Да, это нейронная. Один угадали. Два. Гражданская. И вот уже утро, и утро, и вечер, и утро, и дождь. Мне кажется, главный вывод, который нам всем стоит сделать, глядя на стремительное развитие нейронок, нужно быть гибким. Что каждому отдельному профессионалу нужно осваивать технологии, чтобы успевать сохранять компетенцию вот в этих стремительно меняющих сериалиях рынка. Что огромным компаниям приходится пересобирать целые производственные цепочки ради того, чтобы подстроиться под появившуюся позавчера технологию. Не всем это удается, и специалисты, способные выстроить систему устойчивую к этим постоянным изменениям, особенно ценны. Пример такого специалиста — системный аналитик. Он готовит документацию и инструкцию для разработки ПО, принимает от заказчика или руководителя задачу, что должно быть в будущем программном обеспечении простыми словами, и далее переводит этот простой формат в схемы, этапы и алгоритмы в таком виде, чтобы передать работу команде разработчиков. При создании документации он анализирует каждый этап, чтобы технически ничего не спорило между собой, а у конечного пользователя все работало, как это задумал заказчик. Подробнее про эту профессию вы можете узнать бесплатно на вводной части курса в онлайн-сервисе цифровых профессий Яндекс.Практикум. Вводный курс состоит из пяти часов и включает в себя сразу и теорию, и практику. Это позволит вам более обширно понять, кто такой системный аналитик и на деле попрактиковать рабочие задачи. Так вы сможете определиться с выбором профессии. Если вам все понравится, на полной версии курса с нуля за восемь месяцев вы научитесь системному мышлению и анализу данных с помощью SQL-запросов и ER-диаграмм. Анализировать требования заказчиков и доносить их до разработчиков. Будете учиться на заданиях, близких к реальным рабочим задачам, соберете портфолио из пяти проектов, получите диплом о повышении квалификации и станете частью сообщества системных аналитиков. А карьерный центр Яндекс Практикум поможет вам собрать портфолио, составить резюме и пройти собеседование, и вы сможете начать карьеру в IT. Сканируйте QR-код на экране или переходите по ссылке в описании. Напомню еще раз, ребята из Яндекс Практикума сделали первый блог бесплатным, а как говорится, попытка не пытка. Так что, ребята, не бойтесь пробовать, а мы возвращаемся к нейронкам. Здрасте, товарищи! Спасибо! Ладно, давайте похлопайте. Ну, может, не так долго. Я еще не сказал. Спасибо, что пришли на мой арт-бранч номер два. Он теперь будет называться Ебанарт-бранч. Перед тем, как мы начнем, хочу вам сказать, что вы все находитесь в замечательном месте под названием Китайка.ГЕ. И у нас здесь подается для тех, кто ИРЛ пришел, битые огурцы, креветочные чипсы, салат из грибов фунгус, баклажаны в кисло-сладком соусе, курица терияки и лимонад или домашнее вино на выбор. Ютуб-зрителям остается только завидовать. А, можно спросить, есть здесь айтишники или люди, которые реально работают с нейронками прямо сейчас? Да, супер, супер. Четыре человека. Да, вы мне сегодня будете помогать, потому что я, в первую очередь, спец не в нейронках и особой компетенции в них не имею, но за последнее время с ними поработал. И посмотрел я много материалов, пока готовился, и специально в последние два дня смотрел именно специально, что разные умные люди думают про нейронки. И я не могу вам сказать, что SkyNet не настанет. Это просто не мое дело, но, короче, если и будет какой-то коллапс, то я не мог его никаким образом предвидеть и застраховать вас от этого. Но чат GPT научился решать уже какие-то простые задачки в духе там рандомной предметы, составить из них устойчивую конструкцию. Он раньше писал хуйню, сейчас он начинает действительно какие-то осмысленные вещи уже устраивать. Если вы знаете крупный ресурс ArtStation, где были разные специалисты, дизайнеры, художники, все остальные, у них была даже акция против искусственного интеллекта, и они постили зачеркнутую надпись AI, и, собственно, отрывок, который вы слышали в самом начале, это отрывок группы Нейронная оборона. Нейронка Яндекса сгенерировала песни гражданской обороны, и они похожи очень. Вот сколько здесь людей могут назвать себя прям фанатами гражданки? Нисколько! Один! Лучший зритель! Сейчас я проведу вам интерактив, который до этого у меня был в Мусквизе. Я его чуть-чуть расширил. У меня есть шесть песен, три гражданской обороны, три нейронной обороны. Я вам включу их несколько раз. Зрители на ютубе услышат ограниченный фрагмент. Полные версии, чтобы пройти тот же тест, можете в телеграм-канале, там полные версии будут лежать. А вы сейчас вживую послушайте их пару раз и попробуйте сказать мне, какие какой принадлежат. Один! Какие мысли? Нейронная! Нейронная? Гражданская! Да, это нейронная. Ура! Один угадали. Два! Гражданская! Гражданская! Третья! Гражданская! Я вижу это, я немного прав, на черном флаге мука, в урожке в город Новый Путь. Так, так что? Нейронная! Гражданская! Сколько руков? Нейронная! Нейронная! Пять! Для двоих один глоток! Нейронная! Гражданская! Гражданская! Нейронная! Это правильно! Действительно, это была нейронная! И самый последний... Я чувствую себя не в своих штанах! Так! Это настолько актуально! Это гражданская! И я это с дуру запостил к себе в исторке сегодня, когда сюда ехал, поэтому я вам дал подсказку тем самым. Короче, ну пиздец, ну реально, вы очень много размышляли и очень много спорили о том, это была нейронная или гражданская. То есть, говорит ли это, ну это буквально факт, что теперь Егор Летов может быть синтезирован при этом бесконечное количество раз. При этом, более того, я, видимо, случайно нашел оригинал, потому что, если помните, там две песни были, обе... Тун-дуру-дун-дуру-дун-ду-дун-дун-хой! А не так уж часто вообще это встречается у гражданки, вот, поэтому, возможно, я даже оригинал какой-то нашел. Ну, короче, суть в том, что уже до страшного дошли нейросети, и начнем мы вот от этого ужаса, который вы каждый день видите в интернете. Мы отвлечемся на историю, которая произошла больше сотни лет назад с художниками-импрессионистами. Почему именно ими? Потому что какой вообще контекст в художественном искусстве на момент вот 19 века? Художники пишут картины годами. На это тратится очень много времени, писать, возможно, только в мастерской. Краски очень несовершенные, очень жидкие, сохнут долго. Таким образом, нанеся один слой, вы не могли его смешать на холсте, вам необходимо было ждать сутки, пока он высохнет. То есть нанесли одну краску сутки, другую краску сутки. В итоге картины пишутся годами, и, естественно, нельзя подумать не то, что вообще о каком-то вольном изложении там замысла художника. Нет вообще никакого замысла художника, есть заказ, который позволит ему поесть, и не более того. И представьте, насколько это жутко, что в плане художественного образования и сложности того, каково быть художником, легче не было. Ты в любом случае всю жизнь учился, ты в любом случае вкладывал в это более чем всего себя, Но при этом оценщиком твоей работы являлся не то, что человек без художественного образования, не было вообще художественного образования для нехудожников, а являлся просто мужик, которому нужно изобразить его самого. Или девушку, которой нужно изобразить ее саму. Особенно в это вступает то, что эти изображения создавались в различных иногда пикантных ситуациях. Например, нормальные зеркала, ну нет, правильнее сказать просто зеркала, появились только в 16 веке. Нормальные зеркала сильно позже. Таким образом, на момент там вот того же 16 века и девушки, и мужчины, но девушкам в тот момент это важнее, они не знали, как они выглядят. То есть все, что ты можешь, это смотреть там в отражение воды в ведре, и там ну смутно представлять, что примерно так. И поэтому тоже на художника ложилась задача вообще создать образ человека даже в своей собственной голове. Или другая штука, что совершается очередной брак по расчету, и будущие супруги живут так далеко, что как бы нерентабельно их возить и знакомить вообще. Поэтому они как бы сначала договариваются, что вот все, этих поженим, и только потом они друг друга увидят. И как раз единственной опцией посмотреть был написанный портрет. Соответственно, в данном случае от художника требовалось как бы еще и приукрасить это так, чтобы это было одновременно и похоже, и при этом как бы понравилось. Это все существует чудовищно долго, и большая часть там классической живописи, которую вы знаете, она создана именно в это время, когда просто технически очень сложно было представить, что там будут какие-то творческие эксперименты. То есть там как творческий эксперимент в построении небоскреба. Это просто настолько долго и сложно, что никто этим не мог заниматься. Потом появляется первый орган, который как-то критически оценивает художников. Это академия, которая позже называлась Парижский салон. Парижский салон — это выставка, которая проходила раз в году. И по нынешним временам, ну, нормально, что выставка раз в год открывается, потому что есть много выставок. Была всего одна. Ей заведовала академия. И, собственно, они продолжали существовать вот так вот единственными в районе 200 лет. Там даже больше вроде. То есть 200 лет принимает решение одна кучка стариков. Естественно, кучка стариков начала кумовство, кучка стариков начала пропускать только тех, кого они хотят. И тоже, опять же, каких-то других вариантов от этого избавиться не было, потому что тоже функция живописи просто такова, что никаких других опций никто и представить не может. И в итоге у тебя оценщик либо просто мужик, либо вот эта вот самая академия, которая, естественно, принимает будущие копии того, что уже видела эта академия. И после этого происходит промышленная революция. Естественно, самое главное, что дает промышленная революция для нашей истории — это фотография. И про то, как именно... Нет, ладно, давайте начнем с фотографии. Что оно главное привносит? Главное, что человек, который хотел просто свой портрет, может получить просто свой портрет. И таким образом сразу у художников откалывается огромная часть вот этой наемной заказной работы. Действительно, можно подумать о том, сколько из них там остались без работы и все такое, но нам как бы с величины истории глядя, что это вообще не важно, потому что, помимо этого, фотография принесла кучу людей, создающих изображения, но при этом никак не подчиняющихся вот как раз этим художественным законам. Потому что у нас из-за того, что сейчас картинки рождаются просто отовсюду, нам не кажется это чем-то уникальным, но так-то монополия на создании изображений, в принципе, была у церкви и у тех, кто заказывает вот какие-то эти однообразные художественные работы. На сим — все. Тут появляется фотография. И так как большую часть фотографов, которые были в самом начале у истоков фотографии, вы представляете всю эту огромную коробку, там что-то пыхающее еще, как раз вот эта вот пыхалка нужна была для того, чтобы проэкспонировать фотографию. Иными словами, пучком света пульнуть на пленку, чтобы на ней отобразилось изображение. В данном случае нужна была суперяркая вспышка для создания портрета. Но, допустим, делать фотографии улицы можно было и днем, просто фотография создавалась бы в районе минуты. То есть сейчас там вот выдержка у камер, которые меня снимают, там чаще всего люди будут щелкать на одной 125-й доле секунды. Мы можем подняться вплоть до одной трехтысячной доли секунды вообще без проблем. Тогда это была минута, когда-то пять минут, там первые вот эти камеры, они часами делали эти фотографии. Но суть в том, что за минуту человек, технический энтузиаст, может создать изображение. И так как они не обладали никакими художественными навыками, начали создаваться изображения с совершенно уникальной композицией, в совершенно уникальных обстоятельствах. Люди могли забраться в совершенно новые места. Опять же, там представить себе, что, ну вот, for example, да, у нас газета, и у нас новое археологическое открытие. Если у нас есть художник, ну мы скорее нарисуем там вот египетского фараона самого по себе, чем мы действительно прикрепим фотографию этих раскопок. А здесь, опять же, буйство ракурсов формы всего такого в мире изображения, оно было невозможным. Но для художников там тоже из парижского салона это все было совершенно неважно, потому что также, то есть вы уже можете считывать аналогию, естественно, была куча лудицких заявлений про то, что, ой, да фотография, она не передает душу, вот портрет передает душу, да фотография, это вообще изобретение станы, она никогда ничего не заменит. И всего подобного была огромная куча, но были люди, которые начали это использовать. Перед тем, как я расскажу, что и как, я, во-первых, зафиксирую вот этот момент, что от художников, художники, как и сейчас, вот мы говорим с нейросетями, что лишатся работы куча людей, тогда же ровно то же самое. Целое ремесло отмерло. И что еще важного принесла тогда промышленная революция? Тоже вещи, которые для нас сейчас кажутся обыкновенными совершенно. Алюминий изменил мир художественного искусства. Первое, это тюбики для красок. Они сделаны из алюминия, и они помогают жидкой кремовой краске, которая тоже, благодаря прогрессу, она стала уже гораздо гуще, чем была до этого. И поэтому можно было ее мало того, чтобы принести куда угодно, после этого закрытия все будет нормально, можно было нанести ее широким мазком, она быстро засохнет. И тоже, если проходите, не стесняйтесь, все нормально, гамарджоба. Если многие до этого, они, в принципе, не мыслили такого быстрого рисования, то дальше наши герои, о которых мы говорим, они будут вообще создавать текстуры с помощью новых свойств краски. Но, короче, у нас есть тюбик вместо какого-то свиного пузыря, который был до этого. У нас есть кисти, которые гораздо крепче, которые тоже с алюминиевой вот этой вот плоской шнягой, которую вы сейчас все знаете, и которые также, они позволили тем, что они вот такой вот конусовидной формы нажатием изменять толщину линии. Это нам сейчас кажется первобытной технологией. Не было этого вообще до промышленной революции. А, ну еще мольберты появились тоже. Мольбертов до этого не было, как и, собственно, красок, которые можно перенести. Все вот это вот дело рождает как раз принципы работы новых художников-импрессионистов. Это в то время буквально были люди, которым, ну вот, исключительно просто припиздило делать что-то не так, как делали все остальные. Потому что, опять же, есть парижский салон, который говорит как. Есть трехсотлетняя, только актуальная, еще там до этого, история живописи, которая говорит как. Но они смотрят на фотографию. Что здесь интересного есть? Я вам сейчас покажу картину Веласкеса, который тоже классический художник. И здесь стоит обратить... Это вроде... Блин, не хочу соврать, может, 17 век. Здесь деревья зеленые. На улице они тоже зеленые. Но это для нас, для обывателей. На самом деле деревья не зеленые. Ночью деревья черные. При ярком солнце деревья желтоватые, листва на них желтоватые. И абсолютно каждое время суток так или иначе своим светом изменяет то, как на самом деле выглядят эти объекты. И сейчас вот как раз Мане, про него есть цитата, что Мане это только глаз. Но какой? Здесь, как вы видите, несмотря на то, что он изображал синюю воду и зеленый островок, тут ни синего, ни зеленого нет. И это важный момент, который как раз люди получили именно благодаря тому, что начали ходить на пленеры и рисовать на улице, то, что они перестали это запечатлять по памяти. Вот как раз Веласкес, который я до этого показывал, он смотрел на эти тополя, приходил домой и такой, а, ну тополя зеленые. И рисовал зеленые тополя. И так делалось вообще во всей живописи, которая была до этого. В принципе, пространство изображалось, исходя из вот какого-то этого образа пространства, которое у нас уже было до этого. То есть просто из-за того, что мы думаем, что деревья зеленые, соответственно, они должны быть зелеными. Хотя это на самом деле не так. И то же самое, вот это я вам уже рассказал в плане восприятия, в плане пленера, то же самое относится к тому, как мы сейчас уже как знающие люди должны смотреть на картины этих самых импрессионистов. Вот я вам сейчас лучше покажу для доказательства своей мысли. Если бы мы в картинной галерее подошли к этой картине близко, то мы бы увидели вот эту вот линию заката, мы бы увидели ее как буквально вот такой вот штрих кистью. Картины вот тоже после предыдущей эпохи, когда это была детализированная, проработанная вещь, над которой сидели 10 лет. И вот тоже ваша мама и ваша бабушка увидели бы любую из этих картин и сказали бы, ну хорошо, но оно красиво, оно натуралистично, оно подробно, оно детально. И деревья зеленые, вот тоже как партия завещала. А тут такой штуки нет, какие-то хаотичные мазки, но отходя, оно у нас начинает складываться в композицию. И это, казалось бы, небрежная техника, которая нам кажется небрежной, она при отдалении, наоборот, становится удивительной, что как ты сделал такое маленькое движение, которое в итоге превращается в какие-то силуэты, вот в эту линию, и тот же Мане, он был этим светом одержим. Я, ну вот, например. Это Клод Мане? Это Клод Мане. Я специально, короче, эту штуку прогуглил, потому что я был готов к этому вопросу. А, ну, у меня совершенно незнакомый мне человек задал его. Да, короче, Клод Мане и Эдуард Мане, я их в итоге и того, и другого упомяну. Они оба из одного импрессионистского течения, из одного города Парижа. И да, сейчас мы говорим про Мане. В чем суть? Во-первых, вот здесь мы видим, насколько оно все летящее, а во-вторых, нет ощущения, что вы этот ракурс недавно видели в видосе в ТикТоке, как необычно сфотографироваться. Профессиональная техника фотографии за три шага. Вам скажут то же самое. Вам скажут взять ширик, опустить телефон вниз, и как раз, чтобы как-то на ветру эффектно повернуться. Это абсолютно то же самое. То есть представить себе вот этот вот ракурс до этого было совершенно невозможно. Это то, что дает именно фотографический взгляд. Потому что на самом деле и человек-то, ну, у него голова вряд ли будет в том положении. То есть это именно то пространство взгляда и ракурс взгляда, который дает именно камера. Честно, не помню, что это за здание, но это одно из там 150 изображений этого здания. Вот человек особенно запарился, чтобы изобразить туман. Эти картины называются «Три дерева» и «Три дерева». Есть еще у него картины, у Мане «Тополя». И тоже очень много видов этих тополей. Или вот «Мост», «Мост», «Мост». И этот, я только три моста скачал. Фича в том, что могло быть по восемь, по двенадцать различных вариантов одного и того же. Он там потом завещал одному из музеев свои знаменитые кувшинки. Кувшинки Мане — это вообще анекдот, потому что вы можете двадцать штук найти одних и тех же кувшинок. При этом я недавно смотрел французскую документалку про него, и там буквально была его переписка с женой, где он действительно, он ее страстно любит, и он, ну реально, переписывается как художник. Понятно, за что его избрали, вот за такие письма, но он, несмотря на всю любовь, он такой, «Я не могу, у меня не получается. Я сегодня опять рисовал, оно опять ускользнуло, я не могу». И он вечно сидит и одно и то же местро быстро пишет в разном освещении, потому что освещение исчезает. И, собственно, здесь мы понимаем, что это вот узкий-узкий момент перед закатом. То есть вот состояние, в котором он это писал, оно в нем пребывало, ну, минут десять максимум. И, соответственно, Мане в данном случае старался именно за десять минут вот этим быстрым, но точным мазком все это дело нанести и составить в общую композицию. И, собственно, в этом был новый взгляд, но это еще не все. Кроме этого, хочу вам тоже продемонстрировать вот новый взгляд на искусство, которое предлагали импрессионисты на примере Эдгара Дега. Собственно, тоже есть... Это не единственная работа в серии, а серия «Купание в тазу». То есть это буквально девушка в нем моется. Опять же, невозможно пошлый сюжет, если представить его по предыдущим временам, потому что, ну, в этом, ну, в принципе, изображение заслуживает только что-то большое и величественное априори. И удивительно вообще представить, что какое-то купание в тазу будет этому что-то посвящено. Но если посмотреть на это как на композиционное решение, то, ну, это же восхитительно просто. Это действительно потрясающая работа. Притом, это, опять же, она не единственная в серии этого «Купание в тазу». Но то, что... Вот то, как вы это видите, и вот такие отношения с обнаженной натурой мы можем увидеть в какой-нибудь классической фотографии. То есть если вы будете искать сейчас классиков типа там того же Брессона и вот какую-нибудь классическую черно-белую фотографию обнаженной натуры, там будут примерно те же приемы взаимодействия с этим. И очень несложно представить, что фотограф выбрал бы круглый черный таз для того, чтобы вот тоже вписывать в композицию, потому что это офигенный объект для создания композиции с ним. Это, опять же, по нашим временам в этом уже нет ничего особенного, но тогда это был взгляд, который себе просто вообразить не могли их другие коллеги. Эта картина восхитительная называется «Абсент». Тоже композиция больше похожа на какую-то фотографическую. Столько пустоты в этой картине. И тоже там можете представить, вот кто знает, что такое правило третей, если вот на шесть квадратов это разделить, то как раз в левый верхний третий эта история окажется. Тоже понятно, что общего, да, с Клодом Мане, с вот эти вот буквально летящие их платья. То есть вот неподробность создания, да, этой текстуры, она как раз и дает той самой летящести. Ну вот здесь вот, но нет такого, что это из какого-то сериала, скорее, кадр. Что вы можете вот представить свою вот такую композицию именно там. И, собственно, я вам это все к чему? К тому, что здесь как раз можем вспомнить с вами Мане. Это Олимпия. В чем тут проблема? В том, что она не богиня. И это не фигуральное выражение. Буквально, то, что она обычная женщина, напрямую означает, что она проститутка. Потому что какие могут быть еще голые женщины? То есть изображать голых богинь, это одно. И это как бы можно, это делается очень долго. Изображать просто голую женщину, это было совершенно невиданно и неслыханно. Потому что таким образом это, очевидно, пропагандирует разврат. И... А, я вам чуть-чуть рано, на самом деле, начал рассказывать про Олимпию, ну пусть повисит. В чем тема? В том, что все вот эти вот удивительные художественные навыки, уникальные, да, импрессионистов, про которые я вам говорил, они были совершенно никому не очевидны. То есть по тем временам это была абсолютнейшая мазня. Потому что получается так, что у нас есть конъюнктура, в которой ты можешь существовать как художник. Фотография, она с точки зрения какого-то взгляда в будущего, и для молодых импрессионистов, которые были, собственно, опьянены вот этой вот идеей того, что они могут создать что-то кардинально новое, эта идея, она их заряжала, и этим шагом создания новой техники они вычеркнули себя, во-первых, из сознания Академии, что они не могли быть туда приняты априори, а во-вторых, они потенциально также вычеркнули себя из сознания, условно, вот абстрактного батя, который говорит, что да, это же мазня, но я лучше нарисую, потому что это уже нереалистично, это уже не про вот эту вот натуральность, а именно про ощущения, и суть в том, что импрессионистов после этого 30 лет будут подстерегать несчастье, потому что сначала парижский салон забраковывает 3000 работ, которые на него сдали, поднимается ужасающий скандал, это я вам скажу 1863 год, сам Наполеон III объявляет о том, что ну маловато нам одной выставки, давайте вторую что ли сделаем, и из-за того, что уже был огромный скандал, появился салон отверженных, потому что до этого required отменено, да? Спасибо. Ставили как раз черную печать required на все картины, как... Rejected, required требуется. А, Rejected, Спасибо. Rejected. Так вот, ставили эту печать на все картины, что не подходили по требованию. Собственно, Наполеон III приехал, посмотрел на то, что не взяли, посмотрел на то, что взяли, в итоге понял, что разница не особо велика, сделал вторую выставку, она стала гораздо популярной. Первой, начали шутить, что в следующем году те, кто выставлялись на первой выставке, мечтают попасть на выставку отверженных художников, потому что к ней гораздо больше внимания, но это никому не помогает. То есть, серьезно к ним все равно никто не относится, и как раз вот перед Олимпией мне нужно было сконцентрироваться на картине, которая как раз и дала название импрессионизму. Вот она, на которой я вам и показывал. Эта картина называется Впечатление, Восход, Впечатление, Impression. И, собственно, они импрессионисты, и это издевательское название. То есть, они импрессионисты в плане, ну, такие, блаженные. То есть, вот они вот своим ощущением ходят, какую-то херню за 15 минут нарисовали, и всем это кажется смешным. Мы до сих пор живем в мире, где постоянно смеются над современным искусством, да, где просто действительно вот этот вот мем про то, что можно любую хрень выстрелить на холст и после этого продать за миллионы долларов, он существует, собственно, аж вот с 19 века, и тогда, даже после вот этих вот скандалов, после того, что на них уже обратили внимание люди, казалось бы, публика уже новая и должна быть более образованная, нет, все равно это не признается, все равно главным как раз, главной сенсацией и главным обсуждаемым объектом становится картина Мане Эдуарда «Завтрак на траве». И там тоже обнаженная женщина, которая тоже естественно проститутка. И, собственно, люди настолько были недовольны, что во время этой выставки картину повесили очень высоко, чтобы люди не могли до нее дотянуться и как-то ее испортить. Но в действительности всегда вокруг вот этого вот завтрака на траве стояла кучка людей, которая сетовала на то, как же это безнравственно, неправильно и вообще куда катится мир и искусство. Собственно, Мане натурой бунтаря на следующей выставке выставляет Олимпию, которая еще более откровенно и там просто тоже что только про эту картину не писали и как только она не расходилась, но популярности импрессионистам это не приносило. Я могу, наверное, добавить какой-то просто мне хотел как раз про эту картину о том, что это было издевательство Мане над публикой и от этого сдачи. Я это только что и сказал, что как раз они в прошлый раз «Завтрак на траве» увидели. И тут именно вопрос в том, как это подано. Она смотрит на зрителя, то есть как будто вот эти вот толстосун, которые ходят к проституткам, как будто они пришли в бюджет, чтобы смотреть искусство, а на них точно такая же что-то смотрит. То есть как будто именно показывает, что типа вы, ребята, не предприятие, что вы какие-то одухталенные. Вы прекрасно знаете, кто это и когда это и что это. то есть помимо издевательства, содержащегося в факте размещения еще одной такой картины, там и в самой картине тоже было издевательство. Ну, респект вообще, Манеп. Уважаем. Собственно, в итоге спасают замечательных художников-импрессионистов американцы. По их словам, американцы, они не спорили и не критиковали, они покупали. Это все дело им организовал, я себе, к сожалению, не записал, это было не очень важно для, короче, моего рассказа, но был человек, который маниакально скупал картины импрессионистов, он был их другом, часто принимал там просто плату за аренду и какие-то, ну, короче, в счет долго принимал картины, в итоге он был главным держателем картин импрессионистов, собственно, он их до Америки довез, они в Америке стали успешными, и просто две вещи, которые в этом плане важны. Франция была в числе последних стран, которые вообще признали импрессионистов, то есть, даже когда уже вокруг Франции везде импрессионисты были, во Франции их не было, и еще один момент, уже после смерти Мане вся Франция собирала деньги на приобретение Олимпии для музея по подписке, которую организовал Моне, и вот таким образом развернулась история, но это прошло 30 лет. В итоге, по сути, вот как раз главнейшая вещь, что именно поэтому, и именно за счет этой истории, художники сейчас делают какую-то непонятную хрень. Ну, то есть, правда, есть такое, что порог входа в искусство зачастую очень высокий, и там часто, вы придя на любую выставку современного искусства, вы можете увидеть просто набор какой-то хаотичной херни, к тому же, что есть, никак не связанная с этим, но просто неприятная такая конъюнктурная особенность, что кураторы галерей часто любят написать описание позаумней, состоящее из вот просто диффузия голосов и ощущений творца, сплетается с контекстом, и вот эта вот вся штука, она понимания не дает, а только еще больше блочат, короче, наполовину галереи виноваты вот в этом большом пороге входа, но, конечно, на вторую половину то, что просто искусство шагнуло далеко за изображение пространства самого по себе и после этого вы, возможно, знаете писсуар Дюшана, что, если коротко, то в картинную галерею был отправлен писсуар и сам Дюшан говорил, что, мол, если они его выставят, то все. И они выставили. Можно консервировать. Да, и с этого момента мы констатируем, что художник гораздо больше рождает идею, чем просто вот своим скиллом выдает какую-либо работу. То есть, гораздо важнее именно как раз контекст, который был через это донесен. И, собственно, сейчас можем ли мы попросить нейросеть написать картину Мане? Да. Можем ли мы попросить написать картину Мане? Тоже да. Любого художника тоже да. Можем ли мы сделать Егора Летова с помощью нейросети? Тоже да. Все можем. Но проблема в чем? Мы не можем сделать никого нового. Потому что даже несмотря на то, что вся история, которую я вам до этого рассказал, она имела причины. И я вам их много назвал, они все логичные, и постфактум, когда это произошло, мы можем разложить, почему это произошло. Но есть ли что-то рациональное в появлении Олимпии или вот этих тополей нет. Это случайность. И то, что художники с появлением этих инструментов шагнули именно в эту сторону, это тоже совершенная случайность, которая не объясняется вообще ничем, кроме того, что они так решили. Кроме того, что Клод Мане был буквально одержим природой, и все, что он делал, это постоянно на нее пялил и ее фиксировал. Был бы одержим чем-то другим, возможно, и живопись шагнула бы в какую-то другую сторону. Но это то, что на самом деле делает, короче, возможность, как бы нейросеть умна не стала, она делает возможность заменить художника нерешаемой, потому что в этом нет ничего логичного, что можно взять и как бы воссоздать, потому что нейросеть воссоздает. Нельзя научиться на таком большом количестве вещей, чтобы после этого создать какую-то правильную новую вещь, потому что если мы даже представим, что это будет работать как миджорни, которая вам на ваш запрос выдает по четыре варианта, то, допустим, у нас там мега-алгоритм и сидит какой-нибудь там этот, забыл имя русского продюсера, Стас Борецкий. Короче, сидит Стас Борецкий, продюсер будущего, и тогда Стасу Борецкому придется взять решение, взять ответственность за то, какую нейроконцепцию понести дальше. То есть даже если, то есть все равно же нейрон, когда выдает результат, есть оператор, который оценивает качество выданного результата. И таким образом все равно то, что мы дальше будем рожать и продвигать, оно будет, короче, оно будет подчинено человеку, и это неизбежно, потому что, опять же, можно ли рационально объяснить появление Хаски, можно ли рационально объяснить появление Монеточки, появление Леди Гаги и всех остальных. То есть можем ли мы и сможем ли мы в ближайшее время создавать актуального артиста среднего по больнице? Легко. Как мы видели с Егором Летовым, это отлично получается, потому что, честно говоря, с Егором Летовым особенный классный прикол, потому что он нейронкопригоден. Он действительно из-за того, что тексты абстрактные, сама музыка простая и так херово записанная, это очень удобно для того, чтобы подставить в нейронку и получить схожий результат. Но это мы, то есть пока не говорим про какие-то сложные тексты с единой смысловой нитью, да, это мы вообще не затрагиваем. Но даже в этом случае, о-о-о, цветы полевые, русское поле и что-то там и в каждой фразе китайской базе, вот насколько сразу Летов представляется своим журналом Корея, из-за того, что у нас уже есть контекст, который создан вокруг этого, мы эти строчки как-то трактуем и объясняем. Если мы разложим этого нейронного Летова обратно в запрос для нейросетки, то это бородатый мужик, осипший, поет хрипло не в ноты, играет плохо, абстрактный текст, советский союз, деталайст, фотореалистик. То есть эта тема родит нам просто бомжа и... И если мы сами не добавим туда достаточно вот этих всех анархических идей, каких-то странных убеждений, кислотных опытов и всего остального, это и не будет работать, это и не продастся. И если мы, честно говоря, посмотрим на это даже как-то объективно, то да нет сейчас недостатка в певцах, нет сейчас недостатка, не знаю, там в красивых просто людях, в тех, кто хочет читать рэп, в тех, кто красиво одевается, в тех, кто умеет писать песенные тексты и т.д. То есть вообще нет проблемы ни в художественной, ни в музыкальной индустрии в нехватке кадров. Собственно, как раз кадры, которые сейчас не занимаются тем, что рисуют там однотипных котиков и левчиков и какую-нибудь еще вот такую короче фигню, которую действительно сейчас можно уже выдать с нейросеткой, то никого и не заменят. Да и к тому же тоже важнейшая часть я вам сейчас, я сейчас проверю, не бегу ли я слишком. Что, вы пока не устали? Нормально? Шикос. История какая? Это Егор Летов. Это я. Изначальная идея для этого ивента была в том, чтобы поставить на обложку меня, Егора Летова и потенциально того, что нейросеть сделает из нас двоих. Вот что получилось. Ну, хорош, но горяч. Ну, похож. То есть, если действительно вы сейчас видели две эти фотки и совмещение впечатляющее, клево, но само по себе это хуйня. В смысле, это продукт, на который никто бы из вас не пришел. То есть, если бы вы впервые увидели этого чувака, вы бы такие, ну, айтишник какой-то, все. То есть, это в итоге не сохраняет достаточно черт. И в силу того, что нейронка, она не понимает, где мне должно быть прикольно и где должен быть вот тот самый момент, в итоге, я бы вам сейчас показал свою лекцию дискорда, ленту просто. У меня проектор по Wi-Fi подключен, я не могу одновременно и то, и другое делать, но буквально можно скроллить, мне кажется, минуты три, сколько я конкретно пытался сделать визуально Егора Летова, потому что если в музыке там действительно много черт, которые можно почерпнуть и сделать характерными, то внешне их недостаточно много, и у меня была вот целая папка кринж, в которой я бы вам полистал работы, которые у меня в нейросетях не получились. И действительно большая часть работы с нейросетью это то, что ты создаешь, создаешь какую-то картинку, а она тебя не понимает ну вообще, и каждый раз ты добавляешь и добавляешь ключевые слова. Я не скажу, что у меня, короче, были только не успехи, я вам сейчас покажу свои успехи, которые вы, возможно, видели в некоторых предыдущих видосах. Это сделано с помощью двух нейронок. Первая это Миджорни, которая создавала мне разные головы, одна делала изображение, а собственно другая нейронка она нужна была для того, чтобы изображение склеивать. В каждый из нейронок, ну то есть вот здесь использую две, в двух упирался в какие-то их ограничения. То есть здесь, короче, дизайн, который есть, он обусловлен в первую очередь не моим желанием, а в первую очередь тем, что нейронка мне позволяла. Ровно до этого я делал часть заставки Уйо тоже из нейронок, но там все гораздо более примитивно. На ваших экранах Уйо То есть тоже, если вы обратите внимание, основной отличительной особенностью является, по сути, улыбочка и кепочка. И это то, что мне действительно удалось из этого выудить, потому что тоже, если у тебя нет какой-нибудь суперотличительной особенности, типа там шрам на пол лица или что-нибудь такое, то на самом деле в сознании нейронок ты оказываешься слишком заурядным вообще, и все изображения получаются одинаковые. И вот таких проблем довольно много, собственно, из этого исходит основная причина, почему нейросети с большим трудом и скрипом будут заменять тех же художников и дизайнеров, потому что любой, кто сталкивался с такой наемной работой, знает, что первое, что интересует заказчика, это быстро и просто как он хотел, а как он хотел, он не знает и объяснить не может. А вся суть работы с нейронками сейчас, это очень подробно объяснить, что ты хочешь на ее языке. То есть тебе в любом случае нужно каждую свою задачу подвинуть под ее возможности и под ее язык. Да, понятно, что они будут развиваться, понятно, что будет меньше ошибок, они там научатся рисовать пальцы, у меня там вот в одной из версий, которые не доехали до лекции, был Оксимирон, у которого четыре ноги в разные стороны вот таким пауком смотрят, вот, то есть тоже она начнет там понимать какую-то физику, она станет в этих моментах умнее, но главный вопрос это именно, чтобы это было просто и ясно, и если бы как бы все заказчики могли четко формулировать свою задачу, то дизайнеров бы уже не было, потому что фотография, которую мы сегодня упоминали, которая появилась, и которая тоже как будто могла вытеснить художников полностью, потому что зачем они вообще теперь нужны, потому что мало того, каждый же может делать портрет себя, купить себе собственную камеру, и хоть каждый день портреты себя делай, но почему этого не происходит, камеры продолжали и продолжали усложняться, фотографы выделились в отдельную профессию, и несмотря на то, что сейчас можно считать каждого человека с фотоаппаратом фотографом, в действительности камера, став вот такой вот бандуриной здоровой, сложным инструментом, в котором есть там и сменная оптика, и возможность подстроиться под любые световые условия, стала слишком сложной, чтобы ей пользовался обыватель, и в итоге то самое будущее с доступными камерами сейчас у нас в телефонах, и у нас в телефонах именно супер упрощенная и урезанная версия тех самых настоящих камер, у нас вот эта плоская линзовая система, потому что он тонкий, сюда не может вместиться такое стекло, и поэтому он дорисовывает вам эту бокешечку сзади, чтобы было как на камере, но он ее изображает, то есть вот мои замечательные операторы, они могут сами настроить вам эту бокешечку настоящую, но они на это учились, они знают параметры, вам бокешечку нарисуют, то же самое относится к киноэффекту, изменяющемуся освещению и всем остальным фишкам, все вот эти достижения фотографии делятся на 45 тем, что обычный человек фотографии не будет учиться, и собственно нейросети ждет то же самое, и у меня есть доказательства, потому что уже есть приложение на айфон с нейронками, вот у меня папка кринж, и сейчас я вам собственно покажу, что мне выдало приложение на айфон, за сколько-то там я там 4 доллара за это вроде отдал, открываем, пионер, видимо пловец, охарактеризуйте сами, лыжник альпийский с непонятным полуфонарем полуочками, замечательный персонаж в крокодиловой куртке, шамаханская царица, которой я всегда хотел быть, и вот на ней можем остановиться, то есть понимаете, мы как люди, вот если вы хоть раз тыкали нейронку, вы можете понять, как это сделали, вы можете понять, что здесь условно там какая-нибудь принцесса арабская, красивые отражения, красивые блики, здесь какой-нибудь там красавчик в пустыне, молодой, как Индиана Джонс, здесь какой-нибудь там спецрабочий лыжный северное сияние, здесь без комментариев, и тоже в каждой из этих штук вы можете заметить именно паттерн, и здесь получается вот, что именно весь этот потенциал нейронок, как штуки, которая может обучиться и превзойти, он нивелируется нами, людьми, заранее, потому что почему Миджорни, вот там почему я ее использую, и почему она сейчас такая самая хайповая и популярная, потому что Миджорни научена на самом красивом, то есть если там в стейбл диффьюжн она училась на всех изображениях, Миджорни училась на более красивых, на всякие глянцевые журналы, всякое такое, и в принципе создавалась по то, чтобы нравиться людям, и сейчас все фотки в Миджорни одинаковые, и вот этот вот нейроарт становится сам на себя похож, потому что он сделан и так под наши желания, а вот это вот, это вообще худшая часть этого, потому что эта нейросетка, которая сделана под наши желания, укорочена до условно восьми одинаковых вот этих промтов, которые нравятся людям, которые скачивают приложения на айфон, понимаете, из App Store с этими нейронками, чтобы к ним прикоснуться, и в итоге, то есть даже не говоря о том, чего нейронки могут добиться, чего бы они не добились, в кармане у человека будет вот это, а скорее вот это, потому что никто ни с чем разбираться не хочет и не будет, и это простая правда, это относится и к заказчикам и ко всем остальным. Безусловно, говоря про такую прикладную и простую часть, вот мы остановились на этом, но гораздо интереснее поговорить про креаторов, да, я там подозреваю, что мои зрители это в основном люди, которые вот мнят себя кем-то эдаким, да, что нет, но я мню, надеюсь, вы тоже мните. Суть в том, что чем больше нейронки будут усложняться, тем больше это будет профессиональный порог входа, который в принципе будут осваивать только профессионалы, потому что это будет много, и вот даже сейчас вот сидит замечательная Даша Фотоготика, которая экспериментирует с нейронками, активная и обменивается со мной периодически инсайтами, это заеб, и все, кто работают с нейронками, это постоянный заеб по изучению нового, там изучить какой-нибудь плагин Stable Diffusion, ты смотришь ролик мужика, который его сам написал, и он 4 часа рассказывает там про всякие крутилки и кнопочки, в чем собственно история, в том, что профессионалы, которые действительно не будут страдать лудизмом и открещиваться от этого принципиально, они это будут использовать в своей работе, потому что на данный момент это уже внесли в Photoshop, и в части регулярных функций, короче, нейронки, которые прямо сейчас войдут в жизнь к дизайнерам, они действительно будут не так сложны в освоении для дизайнера, и их быстро проглотят, и вот на таком вот уровне создания изображений, реально, ну мне кажется, к большинству профессионалов какого-то нормального уровня, а не уровня, рисуя аватарку ВКонтакте, это реально, ну не сильно кого-то затронет, и, короче, мне сложно представить, что кто-то от этого пострадает, особенно если с самого начала будет как-то вменяемо к этому относиться, но давайте с вами смоделируем что-то вот именно такое, да, инфернально интересное в творческом мире, как, например, у нас есть Гориллос и Глюкоза, да, артисты, которых и так, ну понятно, что есть реально их воплощение, но их в реальности нет, они выдуманные, и сама по себе тема офигенная, потому что выдуманный артист это интересные возможности, это бесконечные там возможности по физике, распространению, мерчендайзингу и т.д. можно сделать, чтобы он в каждой стране пел на своем языке, и это все круто, но это ничем не проще, чем создать обычного артиста, вот если мы представим, Максим Фадеев, вот кого я вспоминал сегодня, а не Стас Борецкий, если мы представим, что Максим Фадеев, условный, сейчас берет условно девочку 20 плюс с вокальными данными или нейросеть, и вот два Максима Фадеева пытаются сделать интересного своеобразного артиста из этих вот из человека и сущности, да, в итоге непонятно на каком этапе Максиму Фадееву будет проще с нейронкой, потому что написать текст, ну окей, сэкономит он на сонграйтере, это напишет нейросеть, допустим, придумать ей какой-нибудь визуальный образ, ну все равно ему придется задать достаточно хороший пром для этого, то есть нельзя начать придумывать и рисовать какие-нибудь нейроночные варианты для этого артиста, пока у нас нет концепции, в чем артист, а в плане создания концепции нам не сможет помочь даже чат GPT, потому что чат GPT, он тоже создан так, чтобы нравиться людям, он стал таким хитом, хотя, то есть, тоже, это опять же, не я придумал, это вот то, что я слышал в роликах и читал в материалах других людей, которые говорят про нейронки, а чат GPT, он стал так популярен не потому, что это техническая инновация, а потому, что это, во-первых, засунули в чат, что является юзерфрендли, а во-вторых, он создан, чтобы нравиться, и он разговаривает с вами, чтобы нравиться вам, и, собственно, и этим же обусловлена тема, что он, отвечая, если вы его там попросите распределить числа от одного до ста, он вам напишет какую-нибудь полную херню, но не напишет, я не знаю, потому что это ведь то, почему мы считаем, например, Siri тупой, или нас, ну, очень часто может бесить Яндекс Алиса из-за того, что она реально ничего не знает, вот она то не поймет, то ты ей скажешь не той формулировкой, она тебе тоже что-то не так выдаст, то есть, а чат GPT, он с вами разговаривает, он всезнающий, он даже если отвечает херню, если вы не знаете, что херня, то он умным выглядит, и тема такая, что это вот та же ловушка, про которую я говорил с Миджорни, но нам не родит новую глюкозу или новых гориллас чат GPT, потому что чат GPT максимум может родить тех же, то есть, и как раз для того, чтобы вот создать то самое, что есть в каждом вот новом артисте, который стреляет, нужно именно откопать что-то, ради чего, то есть, что и делает продюсеров такими высокооплачиваемыми людьми, потому что, ну вот опять же, в чем фишка Билли Айлиш? Да много в чем. И вот этот вот вокал придыхания, и эта какая-то атмосфера, и этот супер-овербас, который как будто на контрасте с ее нежностью, то есть, очень много чего можно про нее сказать постфактум. Напрашивалась ли Билли Айлиш? Нет. Как и никакое вот это вот новое слово никогда не напрашивается, потому что в нем и нет ничего рационального. Если говорить вот о том же GPT, да, как о создателе просто текстов, то он выдает средние тексты, то есть, любой человек, который популярен в интернете за счет своих текстов, там качественно тексты будут лучше. И очень многие, я тоже это уже слышал, что они используют чат GPT для того, чтобы писать текст на нем, после чего брать, и переписывать его своими словами, со своими оборотами, избегая... Йоу. Я просто использовал чат GPT не для креатива, а для юридических вопросов, и мне кажется, чат GPT идеально к этому подходит, потому что там база всех вот этих кодексов, и она тебе выдает именно ту информацию, которая тебе нужна в конкретной проблеме. И это идеально. Протестую. Уже был один случай, где парень, да, какой-то очень опытный 20-летний опытный юрист, вот, через чат GPT нашел кучу примеров какого-то судебного дела, но он же не дурак, просто так брать эти примеры, он у него же спросил, правда ли они существовали? Он такой, да, конечно, не существовали. А в итоге она все придумала. Ну, я не говорю не про ипроцеденты, а про именно конкретные статьи, чтобы не сказать... Возможно, да. Ну, да, да. Для любого сечения она пущется, и будет на ногу проще с этим. То есть, здесь мы просто вот как раз это приводит нас к мысли, что в принт все нейросетки, которые сейчас есть, опять же, да, скачки невозможные, и там к моменту, как выйдет эта лекция, скорее всего, будет еще какой-нибудь удивительный скачок. Но тема в том, что это компилятор. Изначально сама по себе технология работает по тому же принципу, что автоподбор в вашем телефоне, который рекомендует вам следующее слово. И это то же самое, но просто очень сильно усложненное, с гораздо более обширным подбором, настолько, что оно может создавать впечатление действительно искусственного интеллекта. Тут просто то же самое. Если бы мы спросили там 50 лет назад или 100 лет назад, вот как вы считаете, можно ли считать искусственным интеллектом компьютер, который обыграет человека в шахматы? Вам бы все сказали, ну, конечно, естественно. Сейчас-то произошло кучу раз, никого этого не впечатляет. То есть, если бы мы то же самое людям 20 лет назад показывали все вот это, это бы тоже производило на них невероятное впечатление. И они такие, ну, тогда это уже. Но когда мы до этого дошли, становится понятно, что у этого есть вполне ясные уязвимости. И там изменит ли нейронки нашу жизнь в отличном смысле в плане вот таких бытовых задач, какого-нибудь подбора, перевлопатит ли нейронки систему образования вероятнее всего, потому что реально тесты стали бесполезными, потому что тесты это как раз средние работы, потому что студенты ничего не умеют, и они как раз и пишут средние тексты, то есть вот им эта тема идеально подходит. Но касательно я вот использую все это время креаторов в хорошей коннотации, если вы читали Generation P, то креаторы там используются как ругательное слово. И вот у меня есть цитата оттуда. Кем? Спросил он. Креатором. Это творцом? Переспросил татарский. Если перевести. Ханин мягко улыбнулся. Творцы нам тут нахуй не нужны. Креатором, Вава, креатором. И вот это те, кому действительно могут быть вредны нейросетки. Если вы про себя объективно понимаете, что ваша работа это компиляция самой популярной предсказуемой херни, которую вы видели в интернете, то, вероятно, нейросетка вас заменит. Во всех остальных случаях нет. И, собственно, возвращаясь к вопросу про Летова, Летова можно заменить, потому что он уже был. А вас нельзя заменить, потому что вы есть сейчас. Спасибо, собственно, это дальше. Мы можем растекаться мыслью по древу. И если у вас есть какие-то вопросы и соображения, и особенно фантазии, тоже это все дело можно. У меня есть фантазия. А что, если в будущем будет продаваться нейросети конкретному человеку? Он будет обучаться нейросеть на внешности человека, на манере общения. И, допустим, человек сидит на инстаграме, видит, что кто-то там путешествовал, и он типа, чтобы не выделяться, создавать свою копию, то, что он там тоже путешествовал, делать свою вот эту историю, вот это все. Но это будет ложь. Это будет ложь, но он просто из-за таких комплексов это будет ему закрывать. И если человеку продавать, не знаю, если я продавал такое, то я бы смог это преподнести человеку так, чтобы он это купил. Потому что, я уверен, что есть люди, которые просто какие-то вещи делать не могут, и они понимают, что они могут делать. И есть вещь, которая решает эту проблему. Так инфо-цыгане, так и живут. Да. Мы видим то, что они хотят. Это же ничего не зеркало. Не, я не знаю, я не смотрел. Вот была серия про яйцо, где помощник личный. Вот что действительно начнется в скором времени, что все эти технологии, естественно, будут одними использоваться во вред, а другие будут писать штуки, чтобы обходить эти технологии. То есть, вот, если вы помните, была история про Папу Римского в очень пафосном пуховике, вот таком супер дутом. Действительно, очень реалистичная фотография, как Папа Римский выходит откуда-то, в дорогом модельном пуховике, это оказалось нейросеть, это успели подхватить кучу газет во всем мире и напечатать это как реальный факт. И теперь верификация данных действительно теперь как-то, короче, каждый раз понимать, что создала нейросеть сложнее. То есть, вот, например, здесь какое-то ебанутое отражение в зрачках. Это вот яркий признак нейронки, и это сейчас есть. Создадут ли послезавтра нейронку, которая будет делать нормальные зрачки? Да. Создадут ли нейронку, которая делает пальцы? Да. И в итоге это будет вечная вот такая беготня. Одни делают как бы нейронку в одну сторону, другие в другую. Я, в принципе, согласен, но это получается как первопроходцы пионеры, первопроходцы в этом направлении. Это так вот, если раньше люди, которые занимались программированием, собственно, писали машинный код, сейчас они могут просто, ну, англичанам проще, они просто на английском пишут, а код уже сам выполняется. То же самое с нейронками. фотошоп сейчас работает так, как, не знаю, мои любимые фразы, как 15 лет назад думали, что он так и работает. Ты ему сказал, он все сделал. Вот. То есть это будет здесь по пути попрощения, ты не будешь знать, как это происходит внутри, это будет у тебя такая черная коробочка, черный ящик, ты просто будешь знать, что если ты ему вот это отдашь, просто ему скажешь, он тебе все сделает. Ну, тоже действительно так, но просто проблема в том, что вот мы представим, что, допустим, автору дали задачу, он профессиональный, крутой, разбирается в нейронках, и он эту задачу смог так прописать в промт офигенно, чтобы действительно сделать работу за 5 минут. Вот он просто владеет нейросетками, он за 5 минут ее создал. Я уверен, после этого ему приходят такие правки, чтобы это невозможно было пофиксить за 5 минут в следующий раз точно, потому что, опять же, в силу того, что работа тоже вот наемных дизайнеров, она во многом связана с вещами, никак не относящимися к логике, прямому логичному процессу или чему-то такому, просто сложно представить, что это как-то упростится, потому что это от людей тоже. Да, я согласен, просто это будет еще дальше упрощаться, ну, как я это вижу, что ты ему дал промт, и вместо того, чтобы говорить ему, там, писать новый промт, ты просто скажешь, можешь вот то же самое, но вот тут вот этот уголок подправь, этот уголок подправь, а в основном все там зашибись. То есть ты будешь не генерировать новый промт, а ты будешь контекстно общаться, и тебя будут понимать по контексту. Вот справедливо, считаешь ли ты это лишением работы? Ну, дизайнера, не твоей, а дизайнера. Ну вот, это же реально так, просто история про то, что нейросети заменят видеоблогеров, давайте, я жду, замените, реально, истории с монтажом, то есть я реально, я на низком старте того, как в GPT будет прям суперски работать тема, что оно создает видео по запросу. Запрещаю. Это пока, в том-то и дело, то есть тебя, как оператора, это не заменят вообще никак. Это... Я монтажером зарабатываю. Так в том-то и дело, это еще не монтировать, то есть это не близко еще к монтажу, это просто видеоряд мне в нарезку, то есть это то, что я монтажеру своему буду отдавать. А когда моего монтажера заменят, это будет вообще прекрасный день, потому что... Нет, опять же, то есть тут в этом плане... Никита, это не скоро. Это пока я только в тиктоках видел, ничего серьезного про это я пока не нашел. История в том, что прямо сейчас, тоже, опять же, я ничего против Никиты не имею, замечательную работу делает человек, но история в том, что раньше я сам за этим сидел, и я делегировал, и я отдаю процент каждый раз от заработанного на монтаж, потому что это отнимает невозможное количество жизни. Это однообразный процесс, где мне для воспроизведения реально одного и того же, что я делаю каждый ролик, я каждый ролик вырезаю оговорки, вставляю заставку и т.д. Я делаю это все каждый раз заново, я сейчас переложил это на отдельных людей, мне... То есть я не сильно радуюсь от того, что реально всю эту работу каждый раз человек протыкивает. Вот понимаете, прямо сейчас я ему эту лекцию скину, он говорит, Миш, ну ты говорил там много, но ты говоришь просто 2 часа, я уже, честно говоря, как робот, я на автомате эту штуку херачу, вот эту нарезку. То есть человек в какое-то медитативное состояние приходит, чтобы 3 часа моего вот этого бубнижа нарезать, мне перескинуть, тоже перевнесли правки по интеграции, все это перерендеривать, переводить, то есть это каждый раз, откровенно глядя из этого времени, это не особо кайфовая работа, и явно, опять же, из того, а тоже Никита замечательный оператор, он при этом кинорежиссер, вот, вообще хороший человек Никита, вот, Никита! Да, у Никиты освободится время на кучу нормальных занятий, а вот не на однообразную нарезку. У меня есть идея, как это будет работать. На самом деле, ты будешь делать все то же самое, точно так же общаться с монтажером, это твой монтажер будет говорить тебе, ну ты там 2 часа говорил, сам запускает нейросетку, и все. Ну так, ну ему будет полегче жить, уже хорошо. Мне кажется, это первое, наоборот, что, так сказать, лекция посвящена тому, что нейросети, теории могут заведить нашу лекцию, это три сайта, и все эти нейросети как будто образуют новые рабочие места, в плане, ты уже не дизайнер, а дизайнер, специалист по нейросетям, который точно какая-то новая. Мне кажется, это будет уже на уровне уверенный пользователь БК, вот этого. Да, да, да. Просто история в том, что мы еще слабо можем представить, на каких мощностях сейчас до изобретения нейросетей делаются те или иные процессы. Американцы запускали людей в космос, да и что, не только американцы, как бы это, Советский Союз тоже запускал людей в космос с мощностями компьютеров меньше, чем сейчас в каждом телефоне содержится. То есть это буквально сидел огромный отдел, который занимался расчетами и передавал бумажки от одного оператора к другому, который продолжал и продолжал эти уравнения переписывать. И штука в том, что человеки невероятны в том, как подстраиваться к разным обстоятельствам и сколько процессов сейчас можно будет просто пересчитать. Опять же, вот то, что ты говорил про пересчет фондовой биржи, есть на самом деле гораздо проще вещи, как есть же аудиторы, которые занимаются буквально тем, что приходят в компанию огромную и тратят огромное количество времени на то, чтобы найти, где дырка. Потому что уходят деньги, что-то убыточное, что-то не работает, а из-за размера компаний непонятно, где проблема. И есть реально люди, которые просто пытаются в этом разобраться. Легко представить, насколько легче с этим будет справляться алгоритм по непосредственно подбору. Но другой момент, что просто, опять же, это не ИИ, как мы мечтали и хотели, потому что он не с собственным разумом, он просто подбирает, как нам нравится. Товарищи, у нас сейчас супер дискуссия продолжается, мне нравится, давайте тогда я ролик завершу и просто уже в неформальной обстановке продолжим с вами сидеть, окей? Кстати, говорят, что когда, короче, в нейросеть грузанули моральные принципы, условно, то есть нашу современную этику, она стала тупее. Это просто как факт. Короче, я с живыми людьми здесь продолжаю общаться, а с вами начинаю прощаться. Спасибо, что досмотрели, вы знаете, где кнопка подписки.